Ребят, привет! Хочу поболтать с вами в эфире. На какую тему, я правда не знаю. Но что-то я так редко стала выходить. Соскучилась по вам. Если есть какие-то темы, давайте задавайте темп. Будем что-нибудь обсуждать. Классное. Всем привет! Классного дня, супер настроения. Как у вас делишки? Рассказывайте. Я вот дома. В Турции очень холодно на улице. И холодно дома, потому что во многих домах, в старых, нету отопления вообще. Здесь половина домов без газа, без батарей. И такой ходишь вечно, мерзнешь. Ну, когда что-то делаешь по дому, конечно, не холодно. Не поверишь. Только сегодня пересматривала твой эфир, а загадала, чтобы ты вышла в прямой эфир. Почему не поверю? Поверю. Да, всем хай. Я попала на мошенников на деньги банком и сама прохожу по мошенничеству. Как радоваться? Я улыбаюсь. Так, ну давайте разберём, почему мы попадаемся на мошенников. Если наш мир — это наше зеркало, и каждый человек, каждое событие, животное, каждый миг нам в зеркале сигналит о том, чтобы мы на что-то обратили внимание внутри себя. Если мы столкнулись с мошенниками, это говорит о том, что мы сами с собой каким-то образом мошенничаем, им мошенничаем. Мы сами себя где-то обманываем, следуем каким-то догмам, правилам, может быть, каким-то убеждениям, которые нам идут во вред, и мы слепо в это верим. Это может быть что угодно, то есть надо разобрать здесь предшествующие какие-то ситуации. Что вы до этого делали, в чём вы себя яростно так убеждали. Допустим, вам нужно что-то было сделать, у вас какой-то там проект, это просто пример приведу, что-то по работе, но вы себя яростно отговорили, обесценив всю вашу работу, допустим. А деньги — это перемены. Деньги — это когда мы идём и меняем старые привычки, старые устои, старые мысли, старые действия. И если у нас обман на деньги, мы складываем 2 плюс 2 и получаем то, что мы себя обманываем тем, что отговариваем уйти в какие-то там перемены. Нам нужно было много чего сделать, а мы себя отговорили. Поблагодарить нужно только всех людей, которые приходят в нашу жизнь, потому что это наши учителя, это люди, которые пришли нам с чем-то помочь, показать нам, чтобы мы не совершали одни и те же ошибки по отношению к себе. Как здесь радоваться? Ну, горем, унынием, делу не поможешь. Как минимум нужно, чтобы разрулить всю ситуацию, чтобы деньги вернулись какими-то другими способами из других источников. Нам нужна энергия, нам нужны перемены, нам нужны какие-то действия, нам нужно позитивный настрой, в общем. Нам нужны чистые, светлые мысли. Через силу начните радоваться, заниматься своими делами, хвалить себя, радовать, поблагодарить мошенников, которые мне пытаются показать, что я сама себя обманываю в чём-то, убеждаю в чём-то, то, что мне не идёт на пользу. Как только вы это делаете, то ситуация начинает разруливаться, и вам те суммы, которые ушли, они придут в той или иной форме. Не обязательно они придут через деньги, они могут прийти сразу через реализованные желания, на которые не нужно тратить время и какие-то действия, чтобы обменять эти деньги, купив то, что мне нужно. То есть оно придёт прямым каким-то путём. Не зацикливайтесь на деньгах, потому что наше желание не в деньгах же, а в тех эмоциях и чувствах, которые мы получаем, радуемся, живём, то, что даёт нам жизнь, энергию. А деньги — это просто лишь способ реализации нашего желания. И каким способом придут наши желания в нашу жизнь, не обязательно нужно зацикливаться, что они через деньги только должны прийти. Надеюсь, я понятно объяснила, что вы сейчас должны поблагодарить всех Микки Маусов в вашей жизни, которые вас обманули, сказать спасибо им, что они показывают нам, где мы себя обманываем. А мы обманываем себя практически во всём. Мы думаем, что сейчас мы поедим горячий супчик и станем здоровее. На самом деле мы себя им просто убиваем, потому что наша информация, которая вокруг нас сейчас в обществе, она ложная настолько, что даже представить себе не можете. Здравствуйте! Не вижу, где причина во мне. Маленького ребёнка всегда сложно ложить спать. Каждое укладывание страх, что не умеет, будет капризничать, а что не уснёт, будет капризничать, а если не уснёт, то одной не получится побыть. Так, интересный вопрос. Страхи, они всегда реализуются. Давайте пробовать с сегодняшнего дня. Так, мне интересно, как ребёнок уснёт спокойно, без проблем, без моих нервов, понаблюдает интересное кино, как это всё случится. Страх порождает как раз-таки то, чего вы боитесь. Это первое. Второе. Начнёт капризничать. Он — ваше зеркало. Где вы в жизни капризничаете? Где вы неправильно используете капризы? Где вы… капризы, да, перекладывание ответственности, если у взрослого человека. Где вы перекладываете ответственность? Где вы капризничаете? Где можно капризничать себе на пользу, а где нет? Пересмотрите свои капризы собственные, да? И, допустим, спать. Что такое спать? Ребёнок показывает то, что вам нужно проснуться и не спать. Это метафорично проснуться, то есть видеть информацию не в искажённом виде, а так, как она есть на самом деле. Мы с вами спим и выдаём многое желаемого за действительное. Ну, вернее, действительное за желаемое. Или как? Всё, я же запуталась. Мы с вами… Да, желаемое за действительное. Мы с вами живём в иллюзиях. И, можно сказать, спим на ходу. Не находимся здесь сейчас. Не понимаем, куда ходит время. Мы не наблюдаем себя. Мы не наблюдаем то, что мы делаем. Мы не наблюдаем этот день. Мы ему не радуемся. Мы не понимаем вообще, что мы делаем. Всё на автомате. Это значит, что мы спим. И вот ребёнок вам показывает – проснись, не спи, не спи. Начни быть осознанной. Начни следить за тем, что происходит вокруг тебя. Вот. То есть он просто пытается тебе помочь, показать то, что ты не видишь в себе, можно так сказать. Так. Хронический ренит, подсела на капли. С чем может быть это связано? С едой связано. Слизь, насморк, аллергия, там и температура, кашель. Какие-то такие вот симптомы. Это чистка. Когда организм пытается вывести из организма бесконечно то, чем мы его загрязняем. Химию, варёную пищу, потому что варёная пища – это мёртвая еда, это слизь, которая забивает кишечник, не даёт всасываться микро-макроэлементом, затрудняет КПД пищеварения. Микрофлора не справляется, у вас постоянная чистка. И все наши вот эти вот проблемы со слизью – это вот ваша варёная еда. Пересмотрите, перейдите на живую еду, о которой я постоянно пишу. Зелёную гречку замочили на ночь или замочили любые злаки на ночь. Утром в блендер с фруктами, с орешками, которые тоже надо замочить, с овощами, с зеленью, с чем угодно. Свежее, натуральное, то, что растёт. Понятно, фрукты, овощи сейчас пластиковые, химические, но, по крайней мере, выбирая из зол, надо выбирать меньшее. И фрукты, овощи, то, что природное, оно очень хорошо чистит и выводит всё из организма. А то, что уже сделано искусственным путём, прошло через пищепром, то, что сделано из химии, то уже, конечно, зашлаковывает наш весь организм. Поэтому вся эта гадость не выводится практически. Эти горы мусора остаются в теле, и они потом у нас проявляются в виде опухолей, онкологии и кучи других заболеваний. То есть это различные наросты везде в организме. И где бы они там ни вылазили, по-разному эти болезни называют. Поэтому ренит ваш хронический — это постоянная чистка от токсинов. Надеюсь, я объяснила. Финансовый наставник говорит, банкротство худшее для энергии и денег, так как снимаешь с себя обязательства. Если тебя обманули и куча кредитов, банкротство тоже плохо. В жизни нет ничего ни плохого, ни хорошего. Есть то, что нужно просто научиться использовать в плюс. А мы часто всё используем в минус. Банкротство — это тоже хорошо, если обернуть себе на пользу. Кредиты — это долги, долги себе. Наш мир — проекция нашего сознания. Если вы себе очень много задолжали обещаний, не сделанного того, что вы хотели, вовне это проявляется в виде долгов и кредитов. То есть нет денег — это потенциал того, что вы себе задолжали, потенциал той энергии, которая у вас в застойном состоянии. Вы, например, себе что-то пожелали. У вас в этот момент образовалось ровно столько энергии, сколько необходимо для реализации. Но вы не сделали никаких действий, потому что сразу включился ум и начал вас отговаривать. А может быть, не нужно это сделать? А может, я завтра это сделаю? А может быть, это не нужно мне? А может быть, это не нужно людям? А у меня не получится? Ой, я не знаю, как делать. Да это вообще несбыточно. И так далее, и тому подобное. Сотни тысячи просто отговорок. И вот этот потенциал энергии, который мы сгенерировали, но не реализовали в материю своими действиями, не проявили никаким образом, отражается в виде долгов в материальном мире. Поэтому все ваши долги и кредиты — это долги к себе. Разбирайте всё, что вы себе задолжали. Перестаньте давать себе обещания. Начните жить здесь сейчас. Наблюдать себя, благодарить себя, не обесценивать себя, не обесценивать других людей, не обесценивать никого вокруг, кто к вам приходит. Каждый приходит с чем-то, чтобы вам помочь с ресурсами, с энергией. Но вы отрицаете, потому что не понимаете, с чем человек пришёл, не видите эти ресурсы, не хотите, потому что вы в спячке доходитесь. Вы постоянно в пьяном состоянии от еды, дрожжей, сахара. Вы постоянно в состоянии похмелья. Вы не видите вокруг себя ресурсы и возможности. Потому что наша еда полностью нам мозг и шторки на глазах так закрыла. И мы не понимаем. У нас нет энергии, потому что еда всю энергию забирает, чтобы вывести эти горы мусора, в которые мы в себя пихаем. У нас нет энергии, мы поели всё, сил ни на что нет. И, естественно, наши желания поэтому не реализованы. И во вне долги, и во вне проблемы, и во вне болезни. И тело с болезнями — это тоже хорошо. Тело нам сигналит напрямую, где мы что-то делаем не так. Возьмите, например, ваш любой орган, совершенно любой, и посмотрите в интернете его функцию, что этот орган делает. Например, печень. Она занимается фильтрацией, к примеру, и выработкой микро-макроэлементов, которые нам необходимы. Потому что организм сам всё для себя вырабатывает. Извне мы получаем материал, из которого организм может что-то построить. Всё недостающее организм вырабатывает сам. Если у вас проблема с печенью, значит, вы не фильтруете информацию, не фильтруете действия, занимаетесь какой-то мелкой работой, не делаете важные дела, занимаетесь неважными, стреляете по воробьям, как будто мечте бисер перед свиньями, занимаетесь суетой ненужной. А не можете разделить важное от неважного, нужное от ненужного, полезное от неполезного. Не можете вырабатывать новые идеи, действовать, чем печень занимается. Она просто напрямую вам сигналит. Или возьмём, там, сердце у вас болит. Сердце — это любовь. С чем у вас ассоциируется сердце? Для чего оно вообще нужно? Почитайте в биологии. Она помогает, сердце помогает, что делать? И всё, её зависло, что помогает делать сердце. Вот, ну и с конца учебника любви к себе и внимания вообще не хватает, да, и контролировать весь процесс вашей жизни не хватает. Например, головные боли. Голова нам зачем? Не только для того, чтобы в неё есть. Голова нам ещё нужна для того, чтобы думать и управлять полностью организмом. Да, наши мозги для чего нужны, которые поддерживают весь процесс нашей жизни. И если у нас проблема с головой, значит, у нас проблема с тем, что мы не контролируем себя, да, не видим себя, не анализируем. Отдали бразды правления непонятно кому. Уму, шаблоном, обществу, там, грибам, паразитам, микрофлоре, которая нами управляет. Руки болят, например, или ноги. Тоже очень банально. Руки для чего? Для хватать, держать, делать, ноги там, идти, стоять. Они функцию свою не могут выполнять. Руки не держат, ноги не держат, да, не могут функцию. Значит, где я в жизни такую же функцию не выполняю? Где я не стою уверенно на своих ногах? Где я потеряла свою уверенность? Где я потеряла свою самооценку? Почему я не верю в себя? Почему я ничего не делаю? То есть каждый орган нам напрямую сигналит. Это очень хорошо, когда мы болеем, мы можем себя очень хорошо изучить и познать. Нет ни плохого, ни хорошего. Точно так же и внешний мир, внешняя реальность. Все наши люди нам зеркалят то же самое, что и тело. Если мы не видим внешнее, то, что нам зеркалят, мы не понимаем, для чего к нам пришли люди, мы не понимаем, для чего нам эти кредиты, мы не понимаем, для чего нам эти безденежья и еще какая-нибудь там, петрушка, которая с нами случается. И не смотрим на внешнее, чтобы на себя переводить. Тогда это все уже переходит на тело, и тело уже нам сигналит, чтобы мы уже не отвертелись. То есть тело — это самый ближайший круг. Сигналы были из внешней реальности постоянно. Мы их пропускали. Поэтому все доходит до тела в самую последнюю очередь, когда мы уже все сигналы пропустили. Что нам сигналит мир? Учитесь читать и переводить на себя все ситуации. Почему запоры со стулом? Ну, первое — это еда, второе — не отпускайте прошлое, обиды, держитесь за что-то. Запор — это когда вы не отпускаете что-то, зациклены на чем-то, не отпускаете ситуацию, не отпускаете проблемы, не хотите их решать. Вы держитесь в страхах за ребенка, за родителей, за мужа, за работу. И не отдаетесь вот этому классному потоку жизни, который бы все это разрулил. То есть вы за это все держитесь. Плюс это еда. Еда — это уже следствие в материальном мире, через которое у нас уже все это проявляется. Но едим мы из-за психосоматики, из-за проблем с головой. Мы с вами все больные на голову. Причем больные раком мозга каждый, я в том числе, потому что мы не понимаем, как нам жить. Мы себя убиваем бесконечно. И заедая все эти стрессы, проблемы едой, конечно, уже еда нам показывают вовне, на физическом плане, помогая заболеть телу, чтобы тело нам уже что-то показало. Чтобы быстро себе помочь с запорами, то первое — исключите все из еды. Сядьте на голодовку, в блендер, смузи, фрукты, овощи, сыры, больше ничего. И все у вас быстренько пройдет. Ну и плюс, от такой еды у вас сразу тумана с головы уйдет, и вам пройдут ответы. Постоянно скатываюсь в обиду, злость, претензии к мужчине, как замкнутый круг. Жду от мужчины действий, не дожидаясь и чувствую себя использованной. Обесцениваю себя и его. Куда смотреть? Спасибо. Начните ценить себя. Вы уже дали ответ. Выбирайте себя и ставьте себя на первое место. Во-первых, зачем вам такой мужчина? Ну, а во-вторых, он, конечно, притянулся, ровно показывает вам то, какая вы. И вы друг друга достойны. Но поменяетесь вы, и поменяется ваш мужчина, либо притянется совершенно другой. Во-первых, перестаньте навешивать на человека ожидания. Никто никому ничего не должен. Каждый должен только себе нести ответственность за свои действия, за свои поступки, за свои слова. Но не ради другого человека, ради себя. Себя на первое место нужно вставить. не дождусь от мужчины действий. Вот тут ещё такой момент. Вы видите в мужчине себя, свою мужскую энергию. Действовать мощь. Где вы бездействуете? Начните сами действовать. То, что вы хотите сделать по своим желаниям. Вы начнёте действовать. Отражение мира будет показывать вам в отражении то же самое. Вы бездействуете. Вы бесконечно даёте себе какие-то обещания, что вы хотите что-то сделать для себя, и ничего для этого не делаете. То есть бездействуете вы, обесцениваете себя вы, не ставите себя на первое место вы, ждёте от себя что-то, что вот с понедельника я займусь зарядкой фитнеса, перестану есть токсичную еду, перестану там курить, пить, начну заниматься там самообразованием, выучу английский язык. Вы всё время всё откладываете. Вот и ваш мужчина показывает вам «Алё, обратите внимание на себя». И очень классно сказать ему за это спасибо. «Что показываешь мне мои проблемы из-за тыки?» Так, кровь-насос качает кровь. Спасибо, про сердце. Сердце создаёт движуху тоже. Вот класс. Где вы движуху свою не создаёте? Где вы не действуете? Всё правильно. Что делать, если нравится девушка? А я... Я не могу это читать. Блин, ладно, дочитаю. «Что делать, если нравится девушка?» А я нравлюсь её подруге, при этом с которой хочу быть. Она боится, что её подруга отвернётся от неё, и пойдут слухи, и прочая лапуда, и движение в ступоре словно. Давайте переведём на себя. «Что делать, если нравится девушка?» «Девушка» — это проекция наших желаний, нашей женской энергии желать и принимать. Мне нравятся какие-то мои желания, да? Но у моих желаний есть ещё какие-то желания. То есть у меня есть, помимо главных желаний, ещё какие-то второстепенные желания. При этом мои главные желания... Я боюсь, что мои главные желания... Я боюсь, что мои главные желания... То есть возьмём подруга — это второстепенное желание, да? А ваша девушка, которая вам нравится, это главное желание, которое больше всего вам нравится. Вот, сейчас я расшифрую, подождите. Так, мне надо просто текст читать. Мне нравятся мои важные желания, и ещё есть какие-то неважные желания. И я боюсь, что если я не исполню неважные желания, мои важные желания пропадут. И сейчас всё в ступоре. То есть страх на самом деле у вас. Причина — вас. В ступоре держите всё вы. У вас есть важные желания, которые вам больше всего хочется исполнить. И второстепенные. Вы думаете, что без второстепенных важные не исполнятся. То есть я перевела на вас метафизику эту. И теперь подумайте, какие в жизни, исключая вообще этих девочек всех, какие желания у меня есть, важные, да? И за какие мелкие я держусь и не даю хода ни тому, ни другому. Как только вы решите этот вопрос, то зеркало мира поменяется, и этот вопрос вот этот решится тоже. Поэтому просто поблагодарите этих девочек. Это очень круто, что они вам это показывают. Разделите ваши важные желания от неважных и выбросьте из головы всё, что вам не особо понравится в будущем, то, что не особо вам важно, не особо порадует. Как бы это объяснить? Ну, это только вы, наверное, сможете разделить важные желания, от которых вот прям вас будет переть от кайфа, да? И от тех желаний, которые навязаны, те, которые лишние, те, которые не ваши, те, которые не особо-то счастья и принесут. Разделите свои желания, напишите список. Вот. И как бы эти не связанные вроде вещи, мои желания и девочки, да, но они связаны, потому что девочки вам просто пытаются показать. Каждый человек нам приходит с подсказками, приходит показать нам, как нам действовать в своей жизни и что делать. Вот, наверное, у вас был запрос с вашими собственными желаниями. И девочки вам это показали. Надеюсь, я поняла эту тему. Так, подожди. Короче, сделай так. Напиши мне, понял ли ты, о чём я сказала сейчас. Если нет, я попытаюсь объяснить по-другому. У меня что-то вообще прям не идёт от холода. Как понять на себе сигнал, боль в спине, лопатки? Это неуверенность в себе. Взвалили всё на свою ношу сейчас. Все проблемы. Холите или лейте эти проблемы. Занимайтесь самокопанием, с критикой, помощью другим людям. Отстаньте от народа. Плюс спина, кости, лопатки, шея. Это проблема с кальцием. А кальций, который всегда один процент в крови должен находиться для погашения процессов возбуждения и торможения, вот, если его не хватает, организм всё время его вытягивает из костей, отовсюду, чтобы поддерживать этот один процент в крови. Если этот кальций у нас, который вымывается, нужен для погашения процессов, это значит, вы всё время испытываете стресс. То есть, у вас постоянно стресс, и на погашение этого стресса нужен кальций в крови. Постоянно. Он вымывается, и отсюда у вас боли в спине, боли, шеи, лопатки. То есть, неважно, весь костный наш скелет, с ним проблемы из-за стресса. А стресс — это проблемы, борьба с проблемами, зацикленность на проблемах. То есть, вы не радуетесь жизнью, не кайфуете, что в настоящем моменте у вас уже всё есть, все желания исполнены. У вас есть стол, у вас есть кружка, у вас одежда есть, у вас есть крыша над головой, еда какая-то, вода, чайник. Там, у вас столько всего есть. Вот в данный момент, чтобы прожить эту жизнь, наслаждаясь с благодарностью, у вас всё есть. Но вы не наслаждайтесь этой жизнью прямо сейчас. Вы сидите, думаете о проблемах. Вот это ваша спина. Расскажите, пожалуйста, про сущности, как они влияют на нас и как от них избавиться. Я не рассказываю про сущности, потому что ни от кого не надо избавляться. В моём понимании сущность — это энергоинформационное поле какой-то информации. Допустим, их можно грегорами назвать, можно сущностями назвать. это какое-то убеждение наше. И чем больше убеждений разных людей в одно и то же, тем больше этот эгрегор и больше эта сущность силы имеет. Например, есть эгрегор или сущность любви, эгрегор войны, эгрегор предприятия, эгрегор семьи, эгрегор какой-то группировки, неважно, любой. Либо установки. Люди все верят, что Солнце, допустим, жёлтое. Хотя оно и белое бывает, и жёлтое, и бывает такое, и сякое. У нас есть сущность Солнца. То есть это поле, в котором хранится информация. И если мы попытаемся эту информацию мы попытаемся эту информацию обесценить, придать сомнению, это поле будет сопротивляться, потому что оно тоже хочет жить. Если возьмём, разберём наш мозг, у нас мозг состоит из такой паутинки связей. И по нейронным связям, по какому-то убеждению бегает электричество, замкнутое пространство. И когда мы создаём какую-то нейронную связь, убеждение о чём-то, по которому бегает электричество, мы подпитываем своим вниманием, подпитываем этим электричеством это убеждение, эту нейронную связь, которая всегда хочет жить. И если мы начинаем в этом сомневаться, то эта нейронная связь начинает нами управлять и подкидывать такие мысли, чтобы мы убеждались в жизнеспособности именно этой информации, в жизнеспособности именно этого убеждения. Мы не можем избавиться от своего мозга и своих убеждений, никуда девать это не нужно. Нужно просто с этим дружить, нужно трансформировать эти убеждения, просто приняв их, что да, они и есть, это часть меня, я убеждена в этом, теперь просто надо это использовать на пользу. Потому что если я попытаюсь разрушить этот миф, который мне не идёт на пользу, это убеждение, то это убеждение, это сущность, это нейронная связь, можно по-разному назвать, ничего в этом страшного нет. Будет подкидывать мысли, а мысли уже реализуются в реальности, и мы будем всё время убеждаться, что так оно и есть, и оно не даст себя убить, потому что жить нейронная связь тоже хочет. Это живое всё, всё живое. Поэтому мы должны с этим подружиться и найти применение в жизни себе на пользу. Например, у меня есть убеждение, что курить, бросить сложно. Я бросала тысячу раз, и каждая моя попытка бросить курить, я это описала в книжке «Курить нельзя бросить», каждая попытка бросить курить делала мою нейронную связь, мою сущность, моё убеждение в том, что это невозможно, ещё крепче. То есть, чем больше попыток курить, бросить, тем больше, я убеждаюсь, что это невозможно, тем сильнее становится нейронная связь, и тем сильнее она мной управляет. Можно только это всё трансформировать и осознать, как это обернуть себе на пользу, и использовать эту нейронную связь в плюс, а не в минус. Так мы по этой идее трансформируем все шаблоны мышления, все убеждения, например, жадность — это плохо или хорошо. Мы все считаем, что это плохо, и эта нейронная связь нами управляет и всё время проецирует эти мысли в реальность, материализует. Мы буквально фотонами, частичками света, электромагнитной волной этот мир вокруг себя, реальность, собираем из своих мыслей, своих чувств. И всё, что мы видим, это проекция нашего мозга, наших убеждений, наших чувств, наших шаблонов, в которые мы веруем. И чем больше людей верит в этот шаблон, тем сильнее ещё становится эта сущность, потому что тут уже в рамках не только одного мозга, а мы все друг с дружкой связаны. И если в это убеждение верит больше одного человека, а там ещё больше, 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 это всё сильнее и крепче, и разрушить эти связи очень сложно. Их можно только переосознать, трансформировать и использовать. Использовать так, чтобы всем было хорошо. Ломать эти шаблоны, они не дадут вам покоя, они вам столько гадостей в этой жизни сделают. «Когда начинаю хорошо зарабатывать, мой мужчина моментально расслабляется и перестаёт помогать и поддерживать материально. Что делать? А вы, когда хорошо зарабатываете, где там ещё у вас переменные, как вы начинаете себя вести? Каждый человек хочет быть нужным. Мы с вами не можем существовать, если мы не нужны. Если мы не нужны себе, если мы не нужны людям, мы не можем проявляться. Мы проявляемся только за счёт желания. Если нас не желают, мы не можем проявиться. мы не можем найти работу. И нам плохо от этого, если нас не берут. Они берут нас, потому что мы не нужны на этой работе. Если, да я не знаю, даже во всём, в каждом миге, если мы где-то не нужны, нам от этого плохо. Мы не можем проявляться, мы не можем эту энергию дать этому миру. Мужчины ещё больше воплощения мужской силы, хотя женщины сейчас, мы все без пола, и 100 на 100 процентов у нас и мужской, и женской энергии. Мужчины — это проявление мужской силы, мочи делать. Мужчина всё время должен проявляться, он всё время должен что-то делать. И когда он видит на том, что вы зарабатываете, у него чувство, что он никому не нужен. Зачем он нужен вам? Поэтому компенсируйте ваши деньги бесконечными просьбами, что вам нужно сделать. Пускай бесконечно загружен работой, мне нужны полки, мне нужны крючочки, покрась мне дверь, сделай мне вот это, открой мне банку, то-сё. То есть вы должны всё время давать ему быть нужным. Хвалите его за всё, что он делает, и подкидывайте ему бесконечную возможность проявляться. Потому что без проявления вы просто забываете о нём. Он вам перестаёт быть нужным. Понимаете, в чём тут проблема? Если, допустим, я бы вам не нужна была, я бы не смогла выйти в эфир. Если бы я не смогла выйти в эфир и вам что-то рассказать, я бы не проявлялась, у меня бы не было бы энергии, я была бы не нужна, и смысла жизни, и существования у меня бы не было. Вашему мужчине тоже нужна потребность быть нужным. Нам всем нужна такая потребность. Многие девочки боятся остаться без мужчин и начинают себя вести как дурёхи. Всё для него, пытаться быть хорошими, а мне ничего не надо, а я и так хороша, посмотри, сколько я умею и денег зарабатывать, и я такая вся классная, и я вся такая умная, и у меня вот и маникюр, и прическа, и я тебе и кушать приготовлю, и уберусь, и так далее, и тому подобное. Мужику такая женщина не нужна, потому что он не может проявиться, она всё сама, у неё всё само складывается. Зачем я ей нужен? Не пытайтесь показаться перед мужчинами лучше, чем вы есть, да, и показывать, какая вы женщина с мужскими органами. Давайте мужчине делать для вас всё, что вам необходимо. Отведи меня туда, сделай мне это. Бесконечные просьбы только дадут возможность мужчине проявляться. Чем больше он проявляется, тем больше у него энергии. Если у него есть энергия и чувство, что он нужен и он значим, то у него всегда будут возможности для денег, у него всегда будет хорошо идти работа, бизнес, у него всё будет процветать в других сферах жизни, если он будет всё время реализовываться из-за нужности для кого-то. понимаете? Когда сидят сорокалетние мужчины дома с мамами, а мамы за них всё делают, у этих мужчин понятно нет денег, понятно нет жены, понятно нет каких-то возможностей куда-то поехать, хорошей машины, потому что мама всё за них делает, или жена, или вот такие вот девочки, которым ничего не надо. как мужчине проявляться, где ему брать энергию, а деньги это не обязательно атрибут, который приходит именно на работе, на которой ты зарабатываешь, нет, деньги это перемены, это действия, это желание и действия, это делать, причём делать не через не хочу, а по желанию, поэтому очень классно мужику влюбиться в девочку и с кайфом исполнять её желания, вот тогда у него с бизнесом будет всё прекрасно, и на работе будет всё прекрасно, с деньгами всегда будет всё прекрасно, потому что он будет с радостью и с кайфом и счастьем всё это делать для девушки, когда мужик через не хочу делает, а ты его бесконечно пилишь, делай, делай, мне делай, а он этого не хочет делать, да, тогда он это в минус будет делать, у него не будет денег, вот, поэтому нужно научиться вдохновлять мужчину так, чтобы он хотел для вас это делать, захотел проявляться, осознанные мужчины, конечно, понимают действия, нужность, если я проявляюсь, то у меня во всех сферах всё хорошо, мужчины сейчас многие нифига не понимают, они говорят, вот, женщины меркантильные, им всё надо и так далее, и так далее, но они это говорят из своей позиции, из своей колокольни, когда у них нет денег и они не понимают, как это вообще возможно, те, у кого есть деньги, они это понимают, они понимают, откуда у них деньги, а потому что они проявляются, потому что они действуют, потому что они делают, понимаете, так, что тут ещё, у меня всё хорошо, если я начинаю искренне любить и благодарить всё, что я имею и благодарить всех людей, которые создали это всё для меня, и у меня тут же происходит что-то прекрасное, а эфир с большим удовольствием остаётся спросить, а эфир с большим удовольствием остаётся спросить Нелли, что спросить, Марта, я не поняла, спрашивай, спросим Нелли, о чём меня спросить, как вы, у вас что-то получается, а это вы там между собой, Нелли, когда влюбился, только спускал всё на девушку, а энергии делать больше денег не были, как такое может быть? Подожди, спускать деньги и делать поступки и действия это разные вещи, я сейчас говорила не про деньги, я сейчас говорила про действия, зачем спускать на девушку, опять же, вы же должны понимать, девушки, нужны вы или ваши деньги, и когда вы просто подсаживаетесь на корову, вернее, подсаживаетесь, вы как корова дойная, на доярку это слив, здесь, конечно, нужно выбирать этот баланс, кого вы в жизни вообще к себе притащили, ну и плюс, мы можем делать действия, мы можем тратить деньги, а энергии нет, вопрос, здесь нужно копать, много просто переменных, много данных, почему я всё спустил, денег не прибавилось, если я спускал всё на девушку, ставили вы себя на первое место, делали ли вы это всё по своим собственным желаниям, с кайфом и с радостью или нет, шли ли вы в свои желания, видели ли, что она вам лично транслирует, вы нужны были ей или ваши деньги, то есть здесь разговор нужно с деталями разобрать, конкретно ваш случай, просто деньги это перемены, деньги это действия, деньги это что-то новое, это созидание, это творение, это дела какие-то, это поступки, это ответственность, это ставить себе на первое место, это по радости должно быть, это на пользу должно быть, не просто бездумно куда деньги там сливать, на рестораны, вы пошли в рестораны, вы думаете вы наполнились энергией, нет, вы там слили, вы пошли в самый смертельный грех, который самый тяжкий, в чревоугодие, то, что забирает нашу энергию, здоровье, деньги, в том числе, то есть чем больше вы едите, тем меньше денег вы получите, мое желание было ей сделать приятно, а почему ей, а вы себе должны делать приятно, а не ей, скорее всего это была не любовь, а залипание со всеми вытекающими, возможно, но этот урок же тоже для чего-то нужен был вам, так, у меня время выходит, потому что батарейка садится, последнее напутствие я хотела сказать, я его в самом начале еще хотела сказать, в последнее время у меня посты про еду, потому что еда напрямую связана с нашим мозгом, с нашим сознанием, в тумане мы находимся, есть у нас информация в голове, нет, приходят нам ответы или нет, есть энергия или нет, есть здоровье или нет, все связано с едой, и я начала получать последнюю неделю, там родственники мои болеют, там у меня бабушкина сестра почти не ходит, там у меня заболели, там, 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 короче, все одни большие проблемы со здоровьем, плюс создала канал по сыроедению, мы делимся рецептами, поддерживаем друг друга, вот, чтобы излечить все болезни, короче, блин, я не понимаю, что с моей головой, я вроде ничего такого не ела, вот, но голова вообще в тумане, вот, что я хотела сказать про здоровье, у кого сейчас проблемы, там, артриты, артрозы, онкология, диабеты, там, боли месячные, аллергии, головные боли, мигрени, там, суставы болят, какие у нас еще болячки бывают, эндометриоз какой-нибудь, там, цистит, да что угодно вообще, вот, возьмем любую болезнь, выкиньте все, что есть у вас из еды дома, на три месяца хотя бы, выкиньте хлеб, дрожжи, сахар, молочку, мясо, все, закупитесь сырыми фруктами и овощами утром в блендер, зеленую гречку замочили, любые злаки замочили на ночь, либо прорастили в блендер, один-два раза в день едим по чуть-чуть, месяца три, ваших болезней не будет больше, потому что ваши болезни это причина в том, что вы едите, если вы хотите себе здоровья, открываем аптечку, выкидываем все лекарства, какие там есть, выкидываем все таблетки, уколы, если у вас супервысокое давление, супернизкое давление, что вы встать не можете, сил нету, выкидываем в холодильник нахрен, вместе со всей едой, все эти макароны, белую муку, масло, сковородки, плитку, ничего это не используем, только блендер, только фрукты, овощи, сырые, посидите два, три, четыре месяца, ну у кого там совсем страшные диагнозы, полгода, выкидывайте нахрен, вы прозреете, у вас будет кризис первое время, потому что у вас будет глобальная чистка, вы будете очищать свой организм, микрофлора будет бунтовать, весь мир будет крутить у виска, и врачи тоже, и все ваши подружки, и тупые родственники, вот прям тупейшие, будут крутить у виска и говорить, тебе надо есть мясо, там белок, тебе надо есть вот это, вот это, вот это, вот эти все мифы, что нужно съесть вареное, полностью забить свой кишечник, чтобы микрофлора не могла ничего переваривать, вот это тебе нужно все горяченького супчика, просто, ребят, поверьте мне, кто меня давно смотрит, ни один год, ни два, ни три, кто долго меня смотрит, кто знает, 30 тысяч отзывов читал, всех, с результатами там на моих каналах, кто проходил мои курсы, пожалуйста, выкиньте все лекарства, всю еду, забудьте, что такое, включить плитку, взять сковородку и кастрюлю, только блендер, фрукты, овощи, сделайте себе очистку, пейте побольше воды, чистой, утром лимончика туда, воду, можно целый день вообще налить эту воду в графин, накидать туда корочки апельсина, лимона, выжать туда лимон, выжать туда апельсин, мандаринки и пить цитрусовую воду, белок нужен, белок, сдохнешь без белка, но я думаю, надеюсь, это сарказм, что такое белок, да, это цепочка аминокислот, микроэлементов, которые необходимы нам для строительства основы всего, так вот, белок, цепочка аминокислот имеет свой уникальный код для каждого живого существа, белок одной курицы не похож на белок другой курицы, белок третьей курицы не похож на белок предыдущих куриц, любой белок, там, чечевицы не похож на чечевицу, которая растет рядом, у каждого растения, у каждого животного свой вид белка, уникальный код, ни один белок не подходит человеку, ни животный, ни растительный, каждый организм строит свой белок сам, свой уникальный код, если вы хотите белок, который будет максимально подходить к вашему, ешьте человечину, но даже этот белок другого человека вам не подойдет, когда мы употребляем белки, животные или растительные, они попадают к нам в организм, микрофлора, если она у нас в порядке, но она у нас не в порядке, давно она у вас ничего не делала, то, что она должна делать, она не в порядке, так вот, по идее, при нормальном существовании микрофлоры в чистом кишечнике, эти белки микрофлора разбирают составляющие, и уже из составляющих разбирают, понимаете, белок этот, вообще, просто ломает его, ломает весь, строят из этих составляющих уже свой собственный белок, на 100 грамм, допустим, любого растительного белка, бобовые, орехи, зелень, каких-то куча растений, там, 30, 20, 40 грамм белка, курица, есть же белок, говорят спортсмены, там, мясо, это просто миф для того, чтобы людей заставить есть животную пищу, потому что животные, вообще, еда, это просто источник информации, а не источник еды, еда человеку не нужна, она нужна микрофлоре, не нам, питаются едой эти все паразиты, которые живут у нас, там, миллиарды особей, человек сам строит всё, что ему нужно, сам, плюс, когда вы ещё эту всю пищу варите, жарите, там, температурной обработки, вы думаете, то, что вы тонны там еды съели за день, вы там получили микро-макроэлементы и витамины, да ни хрена, вы ничего не получили, ваша микрофлора голодная, и вы тоже, ну, вы живёте, потому что вы сами всё это делаете, сами все витамины строите, сами все микроэлементы, которые необходимо, вырабатываете, ваши органы это всё умеют, так вот, выкидываем сахар, постоянно затуманенные мозги, дрожжи, постоянно вино внутри себя таскаете, потому что сахар, дрожжи, этот хлеб, всё это бродит, вы постоянно в одуманенном состоянии, всё время злые, потому что у вас бесконечное похмелье, ваш кишечник забит слизью, из-за которой ваша микрофлора даже не может ни с чем справиться, что-то переварить, всё это откладывается, не выводится, все эти проблемы, болячки, это все горы мусора, которые вы наели, все эти химикаты, консерванты, они, токсины, все у вас консервируются, когда вы сейчас будете на чистке, возьмёте сырые овощи, фрукты, у вас начнётся процесс очистительный, вы будете выводить всю эту дрянь из вашего организма, потому что ваша дрянь гниёт там внутри вашего тела и вы получаете все эти болезни, фрукты, овощи нахимичены, да, зелень тоже, отмачиваем на ночь фрукты, овощи, зелень, всё это в воде, без соды, в воде просто, на ночь, утром помыли хорошо и кушайте, потому что эти химикаты в природной еде выведутся быстро, а то, что через пищепром вам создавали химическим путём кучу говна, который вы едите, да, оно не выводится. Так. На здоровом питании вводить один день голодания в неделю, и в этот день организм создаёт чистейший индивидуальный белок, если кратко. С этим тоже согласна, но белок мы создаём каждый день свой всё равно вне зависимости, голодаем мы или не голодаем. Это мифы про белки, про жиры такие же мифы, и про углеводы точно такие же мифы, про все микро-макроэлементы. Когда вы едите в сырой пище фрукты, овощи, вы эти витамины получаете природные, натуральные, из которых можно что-то построить. То, что вы уже обработали, это всё пустое, это просто слезь, это мёртвая еда. Толку закидывать в себя это всё. Но еду, понятно, мы едим из-за психосоматики, из-за проблем в башке, из-за стресса, потому что нам надо просто закинуть в себя нехватку чувств. Нам не хватает чувства, нам не хватает радости, и мы заменяем чувства и радости типа едой. Но еда не даст нам ни радость, ни чувство, не решает наши проблемы. Всё, чем мы едой заменили, она ничего этого не даёт, только отбирает. У нас нет денег, потому что мы едим, потому что у нас нет энергии. Всю энергию, которую мы более-менее сгенерируем для того, чтобы пойти и купить себе платье, мы тратим на еду. Не в буквальном смысле я имела в виду, а еда забирает нашу энергию, а все наши блага это наша энергия. То есть есть у нас энергия, есть блага, есть деньги, есть мужчина, есть любовь, есть работа, есть здоровье. Нет энергии, то у нас ничего вовне тоже нету, потому что мы всё строим со своей энергией. Так вот энергию, еда всю нашу отбирает, она заземляет, мы полностью эту энергию блокируем и отдаём. Поэтому если вы хотите избавиться сейчас от хронических заболеваний, если вы хотите избавиться сейчас от всех болезней, которые вы там у гинеколога годами лечите, или у эндокринолога, или ещё у кого-то, просто перейдите на эту еду хотя бы на три месяца. Вы посмотрите результаты, вы забудете, что такое больные месячные, вы забудете вообще, что такое месячные через несколько лет. И при этом где-то рождаемость, где-то родность останется. Но месячные – это очистка от грязи, которых вообще не должно быть на самом деле. Не слушайте врачей, перестаньте ходить по больницам, боже мой. Наши врачи – это динозавры просто нашего времени, которым пора уже вымирать. Так, а что я хотела сказать-то? В самом начале я что-то такое важное упустила, начала и перескочила по поводу еды. Блин. Такое чувство свободы от твоей информации. Но я пыталась и, кажется, повредила себе желудок. Наверное, что-то неправильно делала. Ой, ваш желудок с детства поврежден. Вы уже в утробе матери получаете больной желудок, потому что она питается говном. А потом вас еще химозой пичкает всякими химическими смесями. Вы не можете повредить себе желудок на таком питании. Это невозможно. Переходите к нам в чат, где мы будем каждый день делиться рецептами и общаться на эти темы. Так. Рыбу тоже не есть. Я не ем рыбу сейчас. Я плавно переходила. Мясо я уже много лет не ем. Раз в год, бывает, пробовала. Но сейчас уже год я его не ела. И от него так дурно. А, вот, хорошо. Задали вопрос про мясо, про рыбу. Еда — это источник информации. Больше ничего. Мы получаем связь с этим миром, с природой через еду. То есть еда — это просто наша информация. Человеку не свойственно иметь страх. У нас всего лишь два страха человеческих. Это громкий, неожиданный хлопок и высоты, боязни, которая встроена. Все остальные страхи — это не наши страхи. Когда мы едим животных, мы получаем этот страх от животного. Потому что животное, рыба или другое, любое животное, знали, что сейчас умрут, что их убивают. И вот этот страх животный вы получили с едой. И вот все страхи, в которых вы живёте, они не ваши. Это информация чужая, которую вы едите и получаете. И вот думаете, что это ваши страхи. Тревоги, страхи, кошмарики разные, стресс, деструктивные эмоции — это всё из-за еды вашей. Животные наши друзья. Друзей мы не едим. Сто процентов. Так. Травит воздух ещё воду. Да, я согласна с этим. Но из многих зол мы выбираем наименьшее химическую зелень, фрукты и овощи. Потому что всё это запускает процесс очистки. Когда вы сейчас начнёте есть химические фрукты и овощи, у вас будут аллергии. Аллергия — это не заболевание. Это неплохо. Это процесс очистки. Поэтому первое время, если у вас будут аллергии, радуйтесь, значит, у вас очистка запущена. Значит, ешьте ещё больше, чтобы очиститься. Понимаете? Не бойтесь аллергии. У кого-то начнутся сопли, гнойные выделения, прыщи. Там, не знаю, что. Какие ещё симптомы у чистки? Тошнить, может быть. Там, понос. Чесаться начнёте. Симптом аллергии. Это нормально. Через этот кризис вы должны пройти, потому что это будет запущен механизм очищения у организма. Вот это вы запомните, пожалуйста. Не бойтесь. Это быстро пройдёт. Так. Всё, ребят. Я пошла, потому что мне сейчас батарейка совсем сядет. Точнее, нас травят через воздух. Да, тут многие пишут. сейчас идёт... Это в прошлых эфирах у меня очень много было сказано. Сейчас идёт борьба тех, кто нами управляет, против осознанных. Те, кто просыпается. Нам, тем, кто просыпается, выходит из опьянения. Проснуться мы можем только отказавшись от этой еды и от телевизора, от новостей, для того, чтобы начать видеть этот мир по-другому, видеть то, что мы раньше не видели, видеть правду, а не ложь. Да, нам нужно избавиться от химической еды, которая блокирует наше сознание. И вот те, кто не хочет, чтобы мы просыпались, потому что мы тогда не будем рабами, мы не будем дойными коровами, мы сейчас как скот просто для некоторых. И нас травят сейчас и через еду, через токсичную информацию, через фильмы, зомбируют мозг через музыку, через информацию любую, химтрейлеры постоянно, химтрейлеры, или как правильно, трейлер, химтрейлер. Да. Посмотрите небо, всегда в полосочку с химикатами, ковиды, эти всякие вирусы, которые искусственно созданы, это химические просто отравления, это не вирусы, это не биологическое, это химическое, химическое отравление. и людей отравили, как это, отравили-то, химическим отравлением, и сейчас, 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 по-другому скажу, короче, вводили, допустим, вот эти бутылочки, которые попшикал, руки, типа, обеззараживать, вы обеззараживаете руки, нюхаете, типа, пахнет, и вы получаете химические ожоги, и отравляетесь, очень сильно все обеззараживали, и вы вот этими парами химическими теряли запахи, ожоги получали, вам было плохо, процесс очистки от химических отравлений начинался, и температура повышалась, вам ставили ковид, потом забирали в больницу, специально надевали маски, если этот кислород подключить, то это с химическим ожогом, просто адская смесь, у вас взрыв, человек умирал, просто добивали всех, добивали в больницах, нужно было убрать все население старшего возраста, недееспособного, которое на пенсии, чтобы поменьше им платить, короче, массовые убийства уже давно идут, давно идет война, давно идет, ну, травят нас как тараканов, короче, люди не видят этого, ну, окей, не видят, хорошо, перестанете есть сейчас химическую еду, увидите, услышите, информация к вам, ко всем придет, в общем, вот так я хотела сказать, все, ребят, пошла я, мне нужно выключиться, иначе я эфир не сохраню, с химтрейлами мы ничего не можем с вами сделать, с водой, которая сейчас отравлена в водопроводе, мы тоже ничего не можем сделать, но только очистки различные, но, вот этот обратный осмос, который, взять, как оно называется, фильтр для воды, блин, он с фтором, что еще хуже, вот, поэтому я даже не знаю, как эту воду очищать, что я делаю, я с детства так делаю, до сих пор так делаю, я замораживаю воду, я беру плоские контейнеры, плоские, пластиковые, потому что легко лед, на две трети замораживаю, достаю ледышку, там восстанавливается вся кристаллическая решетка, вся грязь тяжелой металлы, соли, они внизу, я сливаю, вот, и потом размороженную воду в пяти литрушку наливаю, то есть я пью замороженную талую воду, потому что других способов я пока не нашла, есть еще способ, который вас спасет везде, в лесу, в природе, ну и дома, если вы возьмете два стакана воды и начнете переливать примерно вот на таком расстоянии, не знаю, 30-40 сантиметров, можно больше, 30 раз перельете, там 20-30, то вода становится чистейшей, восстанавливает тоже свою структуру, она становится полезной, через воздух, что самое невероятное, она очищается, и было очень много клинических испытаний, или как правильно этих испытаний сказать, когда воду потом исследовали, и она действительно чистая, когда ее просто вот так переливаешь, но по стаканчику, я не знаю, сколько это нужно переливать, для того, чтобы, хотел сказать, суп сварить, нахрена вам этот суп, для того, чтобы попить, можно попереливать, так, поэтому из меньших зол с водой заморозка, фильтры, так себе хочу сказать, что они с фтором, что не очень-то и хорошо, с воздухом мы ничего с вами не поделаем, может быть, маски иногда носить, где большое скопление людей, недолгий промежуток времени в маски походить, с едой просто исключить все, если и есть ГМО и химическое, то максимум природное, фрукты, овощи, ну тогда все, осознанность вот с такого состояния увеличивается вот до такого, вот воздух и ионизатор, да, кстати, дома можно ионизатор, я тоже об этом подумываю, посмотрим, как тут в Турции, найду я его или нет, в Турции очень холодно, у нас такой мороз и дождь, я неделю помираю дома, да, вначале тоже начинал этот эфир с того, что очень холодно, в том доме, где я живу, нету газа, тут во многих домах нет газа, и нет, соответственно, батарей, дома очень холодно, это только обогреватели, либо кондей, я кондей включала, но толку, вот козла молока, блин, стены холодные, поэтому очень холодно, вот, в общем, как спастись, пока что полностью исключить, там, излучение, вот эти вот атаки, которые происходят каждый день, ну, или там несколько раз в неделю, когда вы можете возле розетки, скопление розеток, там, допустим, с пилотом, поставить экран из фольги, и понаблюдать там раз в неделю, когда эта фольга ваша будет вот так вот просто дергаться очень сильно, прям колыхаться, потому что идут вот эти вот еще атаки излучения, пси-атаки их называют, где излучением нас обрабатывают, все вот эти вот антенны, 5G, поджаривают нам мозги, короче, нас со всех сторон сейчас травят, излучением, микроволновки тоже свои выкидывайте, экранируйте, я не знаю, розетки, на ночь телефон и компьютер, можно в коробку с фольгой положить, я, конечно, не советую шапочки из фольги носить, но у меня есть, не шапочка из фольги, а такая штучка на голову, провода, которые специально сделаны, включаются и делают защитный фон от излучения, я даже не знаю, как это объяснить, на канале излучения в телеграме, я заказывала очень давно, классная штука, как только я чувствую пси-атаку дома, это резкая мигрень, просто резкая, сейчас не ем сахар, поэтому мигрени изнутри не может быть, а вот резкая, я одеваю эту штуку, у меня голова сразу проходит, давление на глазные яблоки очень сильное, и у меня прям кровью наливаются глаза от психоатаки этой, блин, от этого излучения, когда включают, одеваю вот этот, я не знаю, как это приспособление называется, такой тонкий провод, там много проводочков, они как-то там правильно сделаны, если взять на стол положить и телефон, то гасит сигнал, даже не знаю, как эта штука называется, короче, вот изобретение наших ученых, я заказывала, вот, таежный еж, может быть, кто-то слышал о нем, ученый, который, физика, разбирается, химик, в этих всех штуках, в инстаграме можно найти, нет, не в инстаграме, в ВК и в телеграме, таежный еж, вот, у него такие изобретения разные, психоатаки, да, очень часто бывают, излучение включают, сейчас всех невакцинированных по-любому будут поджаривать, я вообще в такие темы с вами зашла, в дебри просто, короче, кое-кому нельзя, чтобы люди проснулись, чтобы правду от лжи не отличали, у нас люди спят, потому что едят всякую херню, ну и смотрят телек, зомбируются всякими этими киношками, музыкой, которую нельзя слушать, хотите чистое сознание, давайте там 3 месяца, 4, проведите на классической музыке, проведите на сыроедении, хвалите себя, не критикуйте, вдохновляйте делать, трансформируйте свои шаблоны, давайте просыпайтесь, у меня есть видеоканал на YouTube и в Telegram, там больше 500 видео, как трансформировать свое сознание, свои шаблоны, как проснуться, как генерировать деньги, как излечить какие-то болезни, по психосоматике очень много, разбор любых болезней, посмотрите, и я вам, короче, всем сейчас желаю, уже, знаете, не счастья, здоровья, денег, а осознанности, чтобы вы проснулись, да, и начали понимать и впитывать информацию, ту, которая действительно вам важна и дает вам жизнь, дает энергию, а не ту, что вас убивает, и, в общем, следуйте за белым кроликом, да, все, я вас целую, обнимаю, я пошла, спасибо вам за эфир, за классное время, провождение, вы мне тут, как обычно, дали море энергии, я просто кайфую, когда я с вами, когда я с кем-то общаюсь, я вообще сама по себе отшельник, я не люблю общество людей, вот, но в эфиры выходить, люблю поболтать с вами, очень рада с вами пообщаться, пересмотрите еще раз этот эфир, я думаю, он полезный, я хочу, чтобы вы открыли глаза и перестали слепо верить физике, химии, врачам, биологии, нашей истории, книжкам, потому что вы даже не представляете, в какой век лжи вы живете, да, и сейчас информация уже начинает открываться для всех, и она на самом деле открыта, но мы не видим, мы спим, мы просто слепо доверяем тому, чем у нас научили, когда мы были маленькие, авторитетам доверяем, мы никак не можем повзрослеть и начать выбирать свою правду, потому что наши родители были авторитетами в школе, там учителя, воспитатели в детском саду, и нам такой лапши навешали, потому что им такой же лапши навешали, а мы сейчас ну как реально как стадо баранов, как коровы просто вот в загоне, нас доят на энергию, нас используют нашу силу, используют наши мозги, и вообще мы просто пушечное мясо для кое-кого, и сейчас война уже идет, не знаю какая, мировая, но у каждого самим собой проснется он или нет, надо доверять себе всю информацию, всю подсомнение, любую, то, что солнце желтое, у нас несколько солнц, вы знаете, что земля плоская, она не круглая, что вокруг нас эти стена, вокруг нас, говорю, да, вокруг нашей земли плоская стена, за ними другие континенты, другие существа, что у нас совершенно мир не так устроен, как мы привыкли его видеть, что все не так, как мы, блин, думаем, и что вы творцы, вы можете творить, и что вы ваше желание можете исполнять любые, и творить себе любую реальность, какую хотите, но вы управляемый сейчас искусственным интеллектом, который называется судьба, где там каждому все прописано по шагам, что и как ему делать, и выкачивают энергию, и убивают в конце концов, когда уже энергия из козы, из коровы, из животного выдаена, и все, старый, иди, до свидос. Короче, ребят, вам нужно изучить очень много инфы новой, а для этого надо проснуться, для этого надо расчистить мозги, для этого надо сейчас перейти на другую еду, убрать химозу, которая не дает вам осознать, где вы вообще находитесь. Ну, вот так. На этой ноте я закончу. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...